или может а может это френч какой-то белый? нет? я даже не знаю, что бы такое хотя бы рукой не хотите, да? вот такой, да? но в принципе тоже красивая вот она у меня бус и меня немножко покороче, что-то мне так быстро растут, длинные очень сегодня погострее попробуем короче, ребята, вы конечно не поверите, но все, что говорят про Австралию, так и правда вай-фай и Росомаху и Джекмана. Единственная в мире страна материк и единственный материк, где нет действующих паукартов обладательница нереальных пляжей, которых здесь больше 10 тысяч и очень счастливых людей в очередном большом выпуске мы побываем в двух самых лучших городах Австралии, Нейбурне и Сидне и попробуем разобраться, какой из них лучше, в компании Австралийца, проходите на тело кабрио по самой красивой дороге Австралии покажем несколько очень красивых локаций на часах 11.09 и вы наверное уже догадались, что сегодня я буду показывать работу на скорость вдохновила меня на это Татьяна Бугрей, она сделала работу за 40 минут, а что я успею сделать за 40 минут смотрите в этом видео очень помогает в работе то, что клиент приходит с целыми ноготочками, потому что на ремонт ногтей уходит дополнительное время и я очень рада, что наконец нашла безотказную для себя технику, которая работает практически на всех клиентах ногти получаются крепкими и без отслойков, но конечно 100% гарантии никто не может дать, потому что клиент может удариться, например, а искусственное покрытие все-таки не из железобетона сделано и если бить по ним кувалдой, то конечно ноготь треснет пример с кувалдой может быть нежизненную, ну а вот дверью от машины прихлопывают частенько или во время ремонта шкафом придавливают или дверью придавливают, тогда бывает травматический анихолизис итак вернемся к нашей работе и обратите внимание, что здесь было покрытие выполнено полигелем со светоотражающими частичками а это значит что? это значит, что спиливается он сложнее, чем обычный полигель, потому что эти частички, если я не ошибаюсь, металлические а даже если и не металлические, то знаю, что базы со всякими блестками по-любому спиливаются тяжелее в общем, снять покрытие быстрее, чем, например, Татьяна Бугри, мне не удастся и вот пока вы смотрите спиливание материала и не возникло неловкой паузы, я хочу вам порекомендовать маникюрный канал Юлии всем привет, рада приветствовать вас на своем канале ссылка на нее будет в описании под видео она снимает работу на клиентах, на себе педикюр, что очень редко среди маникюрных блогеров встречается чем хороши новые каналы маникюрные, так это тем, что блогеры охотнее общаются с комментаторами мне вот, например, не всегда есть время ответить, хотя читаю я все но когда я создавала канал, отвечать хотелось всем поэтому, если вам нужна маникюрная подружка, то добро пожаловать на канал Юлии я думаю, она с удовольствием с вами пообщается маникюрная подружка маникюрная подружка итак, на снятие у меня ушло больше 13 минут, я не уложилась с Татьянина время, но что и не удивительно, я говорила про полигель дальше я придаю форму ногтям, в этот раз я не буду укреплять полигелем, во-первых, мне надо испытать новую базу титановая вула, она заявлена как жесткая, ноготочки у клиентки будут не сильно длинные, поэтому возможно, что они выдержат для моего скоростного маникюра эта база как раз подходит, потому что полигелем, если бы я здесь работала, я бы точно быстро не сделала итак, напил формы, у меня ушло 3 минуты здесь вы видите паузу, но потому что я, так же как и Татьяна, это видео монтировать практически не буду, в том смысле, что ничего вырезать не буду монтаж-то я, конечно, буду делать, где-то приближать, где-то отдалять, видео ускорю максимально, но все вот эти паузы с заменами фрез я вырезать не буду чтобы вы видели, как в реальности проходит работа и вообще, во время маникюра я готовлю по 2 фрезы на каждую, ну, неправильно выразилось, по 2 фрезы на каждую работу я готовлю то есть, на каждую руку у меня своя фреза, а здесь же вы видите, что я одним цилиндром обрабатываю и левую и правую руку так я обычно не работаю, я люблю работать фрезами, которые не забитые, которые быстро делают свое дело, но здесь вот такой парадокс я не сменила фрезу, и это для меня эксперимент обычно я обрабатываю сначала одну руку полностью под ключ, так сказать, потом перехожу к другой руке то есть, каждый раз я сменяю фрезы, а здесь решила не тратить время на замену фрез и сделать все сначала на обоих руках одной фрезой потом сменить и сделать всю работу другой фрезой в той когле в этой когле и внутри И вот смотрите, я видео приближаю. Если бы я видео не приближала, я могла бы сразу после цилиндра срезать бутикулу кусачками. И вы бы не заметили никаких косяков, потому что издалека не видно. Но у меня же все-таки реальный клиент. Я не могу его оставить с плохим, например, маникюром. Поэтому я взяла почку и дочищаю в синусах. Цилиндр, он не проникает в синусы глубоко, поэтому мне там надо кое-что доработать. Плюс я дорабатываю еще боковые валики. Как вы помните, Татьяна боковые валики не трогала. У нее модель была с не очень заросшей и огрубевшей кожей в тех местах, видимо. Но здесь я себе этого позволить не могу. Здесь работа с боковыми валиками присутствует. И на этом я тоже, конечно, трачу время. В общем, прошла сначала на реверсе. Обе руки переключила на форвард. И также обе руки дочищаю. Сработал таймер. Я потому что работаю по секундомеру. Видео монтирую 45 минут. Монтирую, потом 15 минут отдыхаю. Но сейчас хочу все-таки озвучить. В видео я попробовала работать ножничками и убедилась, что нет. Все-таки это не мое. Потому что у меня нет упора. Когда я ножницами работаю, у меня как бы рука так трясется. И движения мои не уверенные. Когда же я работаю кусачками, то самими этими кусачками я упираюсь в палец клиента. В общем, я ими могу быстро работать. Чисто срезать кутикулу кусачками я не стремлюсь. Потому что знаю, что потом буду еще дорабатывать бочонком. Мне же нужно боковые валики еще почистить. А после среза кусачками и кутикула легко срезается бочонком. Поэтому я убираю только лишь махрушки основные, а дочищаю уже бочонком. Некоторые пишут, что вот столько много фрез вы меняете. Но дело в том, что заменить фрезу, фрезу это секундное дело. Ну сколько там, секунды две, наверное. Поэтому я лучше поменяю фрезу и буду работать так, как мне удобно. Какой фрезой мне удобно на данный момент. На таймере 35 минут. За это время я полностью подготовила ногти к покрытию. И это быстрее, чем я делаю обычно. Обычно у меня уходит от 45 минут до часу. Зависит от огрубелости ногтей и от того, насколько длинные ногти. В общем, на этом этапе сократить время работы мне удалось. И многие писали про праймер, то что да, его нужно высушивать. А некоторые писали, что нет, его сушить не надо. Дело в том, что даже бескислотные праймеры бывают такие, которые оставляют после себя липкий слой. Вот у меня оставляет липкий слой, поэтому я сначала подготавливаю одну руку. То есть я спиртом сняла пыль, нанесла праймер, дали бескислотный праймер. И чтобы он у меня высох, я те же махинации делаю с другой рукой. Пока вытираю пыль, там то да сё, на одной руке у меня праймер высыхает. Но дело в том, что вот, например, у Бьюти Фри бескислотные праймеры, они выглядят как просто преп-праймер, как дегидратор. Так, сколько сейчас у нас на часах-то было? Вот она, контрольная точка, 39 минут. На этом моменте Татьяна закончила свою работу, а я же только начинаю делать покрытие. Но повторюсь, что если бы сразу после цилиндра я бы срезала кутикулу кусачками, приступила бы к покрытию сразу бы выравнивающим слоем, ну, возможно, я бы уложилась 45 минут. Здесь я более тщательно делала подготовку и нанесла на клиентку сначала тонкий слой базы, проверенную базу, не эту вулла, потому что с ней лично у меня отслойки. Нанесла Бьюти Люкс и уже после просушки наношу выравнивающий, укрепляющий слой базы вулла. Мне ее нужно нанести ровно обязательно, потому что потом я буду делать втирку. А втирка, вы знаете, что все неровности выявляет. Не могу себе позволить делать выравнивание, а бы как. Поэтому на этом моменте у меня тоже уходит время. Так вот, я же не договорила про праймеры. В общем, есть такие праймеры, которые не имеют липкого слоя, и они как будто бы дегидраторы. Они называются бескислотные праймеры, но они испаряются мгновенно. Но на видео Татьяны был праймер, который имеет липкий слой и который нужно выжидать какое-то время, чтобы испарялась лишняя жидкость. Это для новичков очень важно, потому что, знаете, что если запечатать лишнюю кислоту, не испарившуюся, то это может стать причиной аллергии, например. Сейчас у нас на часах 47 минут. И, в общем-то, если бы я не заморочилась со втиркой, то на этом моменте я могла бы и закончить. Да, быстренько нанести топ, высушить. И вот, пожалуйста, 49 минут или 50 минут у меня бы заняло покрытие. Но так как я дальше решила делать втирку, потом сама втирка, потом праймер, чтобы подсох, чтобы подтереть торцы, чтобы втирочка не стерлась. В общем, всё это занимает время. И ещё хочу сказать, что я работала не на расслабоне абсолютно. И когда вот очень, знаете, торопишься, сосредотачиваешься на чём-то, то задерживаешь дыхание. И у меня под конец даже нехватка кислорода стала ощущаться, потому что вот я напрягалась, торопилась, задерживала дыхание. Сейчас на часах 52 минуты. И это, наверное, было то самое время, когда бы я закончила делать маникюр, если бы не втирка, да? Но сейчас мне её надо подпилить, подровнять заодно концы, торцы вернее. Выпиливать ноготь изнутри здесь я не имею права, потому что укрепляла ногти не твёрдым материалом, а базой. Хоть она и заявлена жёсткая, но она не такая, как гель жёсткая. Она всё-таки немножечко мнётся. И если я выпилю натуральный ноготь, а может, вы заметили, что ногти у клиентки изнутри были не совсем свеженькие, их желательно было бы, конечно, выпилить. И если бы я обычную делала работу, я бы покрыла полигелем и выпилила. Но здесь вот такой эксперимент. Уж не знаю, продержатся ли на клиентке эти ногти или нет. Будет ли она носить укрепление базы. И если будет, то очень хорошо. Потому что вот такой маникюр у меня занял практически один час. И результат меня порадовал. Несмотря на то, что я всё делала наспех, в общем-то, в итоге всё выглядело нормально, прилично, достойно. И клиенту облегчение, что так быстро прошёл маникюр. В общем, знаете, девочки, мне понравилось ускориться. Субтитры сделал DimaTorzok И так, на часах у нас 58 минут. И это конец работы. Я на этом вытираю пыль. Но, знаете, надо ещё заметить, что на самом деле это время нельзя закладывать. Потому что, вот смотрите, на вытирание пыли, на фотографирование, на беседы с клиентом, пока клиент придёт, разденется. Может быть, он опоздает на пару минут. В общем, ну минимум полтора часа надо закладывать. Я бы, например, не рискнула между клиентами закладывать целый час. Но мне понравилось быстро работать. И дальше у меня будет следующий клиент. В это видео он не войдёт. Но я так себя разогнала, что следующего клиента я тоже сделала в этом же темпе. Видимо, организм настроился вот на этот лад. И я так же быстро делала. Но, конечно, конечно, это отражается на качестве. Если уж всё досконально вылизывать, а для видео это просто, к сожалению, необходимо. Иначе тапками закидают. Поэтому приходится для видео работать медленнее и всё вычищать. Ну вот, например, посмотрите. В конце этого видео результат вполне достойный. После того, как вытираешь все пылиночки, я вытираю влажной салфеткой обычной. Татьяна вытирала маслом. Здесь я тоже попробовала сначала вытереть маслом. Но разницы я не ощутила, что просто влажной салфеткой, что маслом проходишь. В общем, дальше я так же и буду просто влажной салфеткой в конце вытирать ногти. И всё. Что ещё хотел сказать по поводу быстрого маникюра. Да, вы делаете быстро, но вы, извините меня, и быстрее устаёте. Потому что в напряжении работаете. Одно дело, когда вы начали на расслабоне и вроде сделали работу, а вроде бы и не работали. Занимались любимым делом, например. А здесь это именно работа. Это напряжение. Поэтому здесь бабушка надвое сказала, хорошо ли делать быстрый маникюр или нет. Потому что среди мастеров иногда бывает выгорание, когда люди уходят из профессии. И, наверное, это одна из причин, когда человек работал не в удовольствии, а чисто зарабатывал деньги. И лет через пять у него, как и любая другая рутинная работа, вызывает отвращение. Поэтому я считаю, что нашу работу нужно делать с удовольствием, чтобы мастер получал удовольствие от своего творчества. Чего желаю и вам. На этом своё видео заканчиваю. Жду ваших комментариев. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok